друзья всем привет это видео на ведро ком как вы можете видеть наступили адские холода и теперь снимать машины становится дохрена сложно но тем не менее на тесте у нас сегодня довольно популярный автомобиль с хорошей родословной и историей и большим количеством фанатов по всему миру и так у нас forester обновление от 2016 года рестайл машина с конечно же бензиновым мотором объемом два с половиной литра и вариаторной коробкой передач также на рынке доступен двухлитровый атмосферник и еще один двухлитровый всеми любимый турбированный мотор визуальные изменения нового поколения не так уж и много и мне кажется если вы не фанат марки конкретно модели отличить новый форик от старого будет сложновато на самом деле у нас изменилась радиаторная решетка немножко изменилась линия фар бампер добавились новые диски также появились задние новые фонари кстати если говорить об оптике то теперь фар у нас поворотные они следят за рулем эта функция может отключаться нажатием одной кнопки в салоне и также фары теперь могут быть полностью диодными это плюс конечно же потому что светит они намного круче кстати если говорить про forester в общем то вообще модели 2008 года как по мне является одной из каноничных машин которая мне лично безумно нравится сейчас же в subaru forester позиционируется как в первую очередь безопасный семейный кроссовер и под безопасностью помимо всем приходящих на ум взрывающихся подушек безопасности разлетающихся в сторону манекенов краш тестов и вообще систем связанных с минимизацией последствий дтп subaru делают акцент именно на том как не допустить это самое дтп а именно на управляемости и системе симметричного полного привода и вообще сам по себе этот шильдик с махонькой надписью по симметричный полный привод способен вызывать бесконечные споры в интернетах о том как же эта штука работает что же такое на самом деле симметричный привод и вообще откуда он взялся и самое интересное что для многих симметричность заключается в распределении крутящего момента именно поровну между осями 50 на 50 на самом деле это не совсем так конечно же у subaru есть такие технологии у subaru есть полный привод cdg который шел на автомобилях с ручкой и самоблока межосевого дифференциала но если же говорить об этом форестере то под симметричностью подразумевается немножко другое а заключается она в расположении мотора трансмиссии и элементов полного привода симметрично продольной оси автомобиля то есть если говорить простым языком конкретно посередине и это должно положительно влиять на развесовку автомобиля и управляемость в целом это не я придумал это написано на официальном сайте subaru поэтому если захотите зайдите и почитайте что касается момента то конкретно на этой машине он распределяется динамически в зависимости от условий дорожной обстановки а по умолчанию эти значения составляют 60 на 40 в пользу передней оси кстати три года назад на нашем канале вышел первый обзор автомобиля некоторые со мной не согласны потому что первым вроде как был бы рено но там как по мне это не тест-драйв а какой-то более пилотный выпуск ну то такое и так три года назад на нашем канале вышел первый обзор автомобиля это был такой же форестер только теперь уже дорестайловый в таком же цвете примерно в такой же комплектации с таким же мотором объемом два с половиной литра и вариаторной коробкой передач машина оставила тогда хорошее впечатление но после этого как-то не сложилось я не имел дело с subaru но имел дело с другими одноклассниками этой машины и в том числе на вариаторных коробках передач и честно сказать за это время я начал понимать что оказывается я не фанат этого типа коробок и особенно если дело касается динамики и оффроуд поэтому конечно же мы хотели посмотреть как обстоят дела с динамика и оффроудом у форестера и в первую очередь поехали туда где можно было разогнаться друзья мы приехали на взлетку тут нас целая куча и паша с нами и артемка и паша на l200 мы расставили кучу камеры хотим периодически тут снимать наверное по возможности да будем снимать машины на которых мы будем замерять определенную количество кругов за какое время они пройдут чуть позже наверно про это расскажем друзья сейчас будем снимать первую заездку проездку выездку я отключаю все стабилизации вернее здесь она одна больше ничего отключить не можешь можно переключить спорт режим и на этом пожалуй все первый раз мы снимаем такое первый раз мы делаем этот выпуск когда мы будем на трех тачках то есть на трех тачках мы будем на одной тачке проезжать три круга и засекать и общее время а потом все эти времена будем добавлять в общий список и смотреть какая же из машин у нас будет быстрее поэтому начинаем я даю первый сигнал ребята включают записи я готовлюсь оттормаживаемся выносим заходим в первый поворот асфальт здесь конечно жесткий поэтому меня никуда не забрасывает жопу единственное что выносит морду второй поворот оттормаживаемся здесь у нас узенький очень кусочек третий поворот я выхожу по гальман заходим заходим во второй поворот я чувствую как меня несет постоянно машина тяжелая тяжелая она не успевает оттормаживаться я сейчас чуть-чуть не дожал в этот поворот я ушел слишком медленно и поэтому надо было чуть-чуть добавить на скорбь торможу торможу почти в пол вылетел вылетел и в пол вылетел мама родная чуть-чуть не получилось чуть-чуть совсем чуть-чуть не получилось ну резина потихоньку начала уходить у нас близнец я забыл я в одном из поворотов переборщил первый раз я зашел туда нормально второй раз я чуть-чуть должен был зайти быстрее у меня не хватило скорости на третий раз я решил это компенсировать валился этот поворот на полный и меня вообще вынесло со взлетки я улетел на обочину чуть-чуть поэтому блин колеса в говнище у нас время мы засекаем по камере потому что с момента старта до момента финиша у нас писала одна камера и на вскидку даже я не знаю после форестера мы посмотрим насколько быстро это получается и будем сравнивать с другими тачками учитывая то что было три круга тормоза не перегрели кстати нет 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 у него ни кстати от колодок и не дымятся не совершенно хотя было не слишком много кругов я тебе скажу у тебя при выходе из поворота у тебя просто резина как будто что не разбулась четко видно вот сантиметр диска она просто разбывалась может быть на кропе будет даже видно на видео вот новый поворот и мотор постоянно орёт он крутит в среднем 5-6 штук а динамики особый такой на 5-6 штук которых бы ты хотел послушать посмотреть в общем ты не чувствуешь вот этих вот двух с половиной литров на верхах внизу он подрывает как дурной вот реально здесь ускорение в самом на самом старте в самых первых секундах езды просто бешеная у нас мотора с объемом два с половиной литра здесь атмосфера хотелось бы конечно очень попробовать форестер двухлитровый на турбине потому что все таки атмосферника чуть-чуть не хватает динамики друзья за моей спиной наша взлетная полоса есть небольшие ответвления все это вместе организует наш импровизированный трек мы сюда будем приезжать на разных машинах почему наверное вы спросите потому что во первых всегда интереснее посмотреть машину на машину в динамике чем просто слушать об этом как она проходит повороты как она разгоняется во вторых это место положительно тем что здесь нет никаких отбойников никаких заборов и бордюров и бровок и различных других помех там деревьев и так далее потому что ты можешь просто отключить системы стабилизации и ехать на пределе не боясь куда-то вылететь а даже если вылетишь ты возвращаешься на трек и в принципе никаких ни повреждений ни проблем себе не получаешь я думаю будет реально интересно посмотреть как разные машины справляются с поворотами на этом месте следующим испытанием был небольшой оффроуд поэтому мы взяли машину под страховки и отправились на поиски грязи друзья мы вывезли форик на афроферне не мы а я но как-то так получилось что у моего коллеги появился тоже полноприводный автомобиль на тесте и мы решили подстраховать друг друга и приехали месить вдвоем поэтому санек на амароке и я на форестере я люблю стоять в кадре я украшаю любой кадр любой кадр со мной станет лучше где ляпота вот в этом видео специально он теперь постоит спасибо Иванову пойду теперь здесь постою спасибо ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В итоге Forester совсем неплохо справлялся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Форестер его прошел, за это ему плюс. Ну и напоследок, конечно же, будет логично рассказать о том, что изменилось внутри. И так говорить обо всем подряд в салоне я не буду. Сделаю только акценты на том, что изменилось, или на том, что действительно нравится, или совсем не нравится. Изменилась шумоизоляция, также сделали потолще стекла, изменились материалы отделки в салоне, козырек второго экранчика обтянули кожей. Он в движении не скрипит, сверчков нет, но вот если к нему касаться, вот такие вот звуки все-таки создаются, и какого-то ощущения монолитности не вызывает. Торпеда у нас стала приятнее на ощупь, тут мягкий пластик. А вот пластик карт дверей совершенно дубовый, он смотрится, если, мягко говоря, не очень дорого, скажем так. Такой же пластик у нас на центральном тоннеле дубовый, и такой же деревянный пластик вот на центральной консоли. У нас новая мультимедийная система, появилась поддержка Mirror Link, до сих пор, к сожалению, нет навигации, и графика, если честно сказать, не совсем современная. Рамка этой мультимедийки в черном глянцевом пластике, вот в таком вот сенсорной кнопке, и мне это дело не очень нравится, потому что оно маркой будет оставлять отпечатки. Из того, что мне реально понравилось, но я не говорил об этом раньше. Первое, это площадь остекления и обзорность. Окна в Форестере действительно большие, это касается и переднего ряда сидений, и заднего, и даже если вы сзади сидите, то у вас приступа к клаустрофобии точно не случится, потому что все хорошо видно, свет поступает в машину. Можно ехать и наслаждаться дорогой. Второе, это эргономика и расположение элементов. Кстати, друзья, недавно у нас на тесте был семейный автомобиль для путешествий, Renault Espace называется, его Lepota тестировал. Машина внутри космолет, ты садишься, но, я не знаю, как будто, знаете, в будущее. Тебе перенесли, подсветка разная, красивая. Но для того, чтобы положить что-то в подстаканник, тебе надо какую-то позу из Камасутры выучить. Машина офигенная для йогов. Вот если ты практикуешь йогу, ты можешь сесть в эту тачку и пока будешь чай себе туда ставить или компот какой-нибудь, ты много чему научишься. В Форестере такого нету. Здесь, как бы, ну знаете, вот дизайн, наверное, наоборот, немножко в прошлое уходит. Но зато для путешествий и для каких-то семейных поездок то, что надо. Я когда далеко езжу, у меня пачка M&M, какая-то водичка под рукой. И здесь ниш для того, чтобы это все расположить, просто немерено. У тебя достаточно большие вместительные подстаканники. Сюда можно бутылку воды поставить и стаканчик какой-то. Есть такая перегородка, ее убрал. И можешь использовать вообще по-другому эту нишу. Есть огромная ниша возле селектора коробки передач, туда и телефон влезет, и ключи, и барахло, всякое. Есть подлокотник с боксом, в котором есть, кстати, AUX, разъем под прикуриватель и USB. Тоже достаточно вместительный и сам этот подлокотник может выдвигаться. На руле у тебя есть все необходимое, чтобы управлять машиной и не отвлекаться. Также подогрев сидений, который, то есть не подогрев руля, который ты можешь включить, вообще не отвлекаясь от движения. И если говорить про подогрев сидений, то он тоже под рукой, ты едешь интуитивно, понимая, что туда нажал слабее дует, греет, туда нажал сильнее греет. В том же Jaguar, который был недавно на тесте, ты должен сначала нажать такую же кнопочку, потом перейти на мультимедийке, включить этот подогрев и только потом выбрать степень нагревания сидения. И последняя фишка, которую стоит отметить, это пороги, скрытые кромкой дверей, потому что даже в такую слякотную погоду, когда вокруг грязи говнища, ваши штаны останутся чистыми. Из минусов, по большей части это касается материалов отделки, но об этом я уже говорил, а второй момент связан с багажником. В первый же раз, когда я хотел сложить какие-то вещи в багажник этой машины, я достаточно сильно приложился головой об крышку. Высота здесь действительно минимальная, и если машина еще стоит под небольшим углом, как сейчас, то надо подходить аккуратно, потому что моего роста метр семьдесят шесть уже недостаточно. Если машина стоит прямо, то там буквально с моим ростом есть минимальный зазор, если вы метр восемьдесят или метр еще больше, то вам придется по-любому наклоняться. Конечно, было не так больно, как в Карпатах, но тоже неприятно. За рулем есть несколько моментов, на которые ты сразу обращаешь внимание. Первое, это настройка педали газа и коробки передач, потому что по ощущениям Forester очень резкий. Правда, ощущение это наблюдается только на минимальных скоростях или на старте. Педаль очень чувствительна, даже при минимальном касании она как бутылка взболтанного ситро. Но когда ты набираешь скорость, коробка становится плавнее и это ощущение пропадает. Разгон до сотни составляет 9,8 секунды, а это на секунду быстрее, чем у Outlander, который был у нас недавно на тесте. Эта машина была примерно с таким же мотором, то есть тоже 2,5 литра бензин и тоже вариатор. Второе, на что обращаешь внимание, это сбалансированность подвески и то, как Forester справляется с ямами. Потому что я, честно сказать, не ожидал такого вот этой машины и не помню такого в прошлом поколении. Но, как оказалось, настройки подвески в новом поколении были изменены, поэтому машина стала более комфортной. При этом это все дело неплохо рулится, но ожидать какого-то поведения карта на дороге от Forester не стоит, потому что паркетник все-таки остается паркетником. Что касается расхода, то сейчас бортовой компьютер выбивает цифру в 10,2 литра. Это при условии, что я стоял в пробке, я разгонялся там, где мне это надо и, если честно, не особенно экономил. Поэтому я считаю, что для полноприводной машины и не самой легкой это очень неплохой показатель. И, кстати, когда-то, по-моему, 3 года назад я брал Forester и ездил на нем на длительное расстояние. Я проехал около 600 километров и хотел проверить минимальный расход. На всем этом расстоянии минимальная цифра у меня показалась то ли 7, то ли 6,5 литров. Но стоит понимать, что это был режим максимального тошнота. То есть я ехал и основной целью этой поездки было сэкономить на горючке. Поэтому в жизни таких показателей у вас не получится, скорее всего. Сегодня мы смотрели на Subaru Forester 2016 года. Эта машина в этой комплектации стоит примерно 38 тысяч долларов по курсу на сегодняшний день. Обязательно напишите в комментариях, что думаете о новом Forester и вы. Нам действительно интересно ваше мнение. Это было видео на ведроком. Большое спасибо за то, что просмотрели. Поставьте лайк под ним, если оно вам понравилось. Подпишитесь на наш канал и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok